Возвращаясь к появлению концепции, к появлению термина, надо понять, что все-таки был шок. Мы все-таки понимаем, что так нельзя. Но невозможно так уничтожать людей в концентрационных лагерях. Невозможен вот такой холост. Нельзя бомбить, совершать ядерные бомбардировки. Почему нельзя? Потому что Библия дает определенную оптику. Если эту оптику убрать, то можно. Как один из героев Достоевского. Если Бога нет, все позволено. Нет ограничений. И вот, судя по всему, вот эти ценности, вот эта христианская сострадательность, она все-таки вжилась как-то вплоть в кровь европейского человечества. И когда они смотрели ретроспективно на то, что произошло в Вторую мировую войну, это был, конечно, шок. То есть, и нехристианский мир это, и все-таки мы по-прежнему оцениваем себя как христианский. Поэтому возникает вот это представление о постхристианстве. Значит, оно может вообще когда-то закончиться. Ну, шок шоком. Кроме того, есть ведь и такая ситуация, что в 20 веке атеизм, и агнестицизм, как более умеренный такой вариант, перестал быть, ну, по крайней мере, в мире. В России он оставался воинствующим. В мире, в Европе, перестал быть воинствующим. Он стал таким ползучим. Он превратился в повседневность. Ну, я анекдот, как бы, позволю себе привести. Старый, так. Верить и речь. Христос воскрес. А, спасибо, мне уже доложили. Вот. Христос воскрес. Ну, воскрес, хорошо. Все, мы будем заниматься своими делами. То есть, ну, пожалуйста, вы там будьте сами по себе, ходите в свои церкви. А мир в целом равнодушен к духовной проблеме. Это тоже элемент вот этого самого постхристианского общества, постхристианского сознания. Вот. Ну, говоря религиозным языком, Бог стучится в сердце, а его не слышат. Ну, постучите, ребята.